Привет зритель! Поздний деревенский завтрак, ну как поздний? Я без 10 где-то 10 проснулась, а сейчас без 6 минут 11. И эту клубничку полила у меня случилось, клубничка вчера тетя обнаружила, самосев. Ну мне кажется очень давно там когда-то была клубника в этом месте, но тут такая молодая конкретная самосева, и там уже ягоды. И вчера она одну нашла, но она типа такая слегка... Что-то у меня тут волосина попала-коткуда-то. Больная, ну ягодка наполовину, там где-то на одну треть слегка подсушенная и красная. А сегодня она еще больше покраснела, я ее сняла, она вкусная, сладкая. Вот тот сорт, который дедушка сажал. Блин, я по ошибке взяла вилку, а была уверена, что это... А, точно, почему у меня тут вилка? Я была уверена, что это ложка. У меня тут вилка, потому что у меня был творожок козий и молочкой. Я залила творожок молочком, сначала его размяла, потом залила молочком, потом совсем размяла и размешала. И что-то так уже, пока вышло там воды набрать, клубнику полить, пока вышла медогонку, сама медогонка. Вот такой бочок, я потом на камеру сниму. Рамочки вот эти вот, в которые оставляются пчеловодные рамочки. И крутилка выставить на осушку. Котенок что-то сегодня молчит, пока еще... Пока тут снимала эту кошку, которая жрет мучку со штатива на камере. И совершенно из головы вылетело, что у меня тут не ложка, а вилка. Ну, я достала еще тут ложечку. У меня тут варенье. Мне кажется, это красносмородиновый джем. Ну, желе, короче. Красносмородиновое желе. И я думаю, сейчас это... Тут-то ложка, как бы, думая, что это ложка. В твараге, она даже с чистой ложечкой брать, достала ложечку, положила варенье. Тут у меня гем-мантяя, что там, так вчера тетей попила. Сегодня так еще усиленно заварила, еще вчера заварила. В общем, я там осталась еще на одну сухую заварку. Вот здесь она в чайничке. Волном таком, даже тяжеловатеньком. И там еще чайник этот китфордовский. С розыгрыша в приложении Китфорд. Среди тех, кто делал обзоры на их технику, которые купил сам, короче говоря. Ну, и, в общем, это он с прошлого года тут стоит. Орешек у меня тут бразильский. Булочка, на всякий случай. Тут пара кусочков сыра и пара кусочков колбаски, может, ну, на бутербродик. И вот вдруг внезапно оказалось, что это вилка. Вилки ты не поешь. Ну, в общем, пока я то еще пятое-десятое. Смотрю, уже как бы уже 11. Почти. Я просто решила, раз там так... Ну, вчера было не так жарко, где-то градусов 21 максимум. А сейчас уже чувствуется, что тепло такое. Я когда воду наливала из шланга, ну, нашелся, накачиваться, из пруда, чтобы полить клубнику, я немножко на руки полила. И пока я там взяла, пока нацедится вода, у меня руки практически все высохли. Поэтому я паранчо выставила на сушку, эту медогонку. На солнышко. Ну, сама сушь, чтобы ее солнышко просушило. Потому что родовая медогонка сейчас находится в иверх. Моя бабушка обладала добрейшим характером. Правда, не всегда эта доброта была направлена внутрь семьи. А так как ее младшая сестра папу не видела, потому что он в 42-м где-то вроде погиб под Ленинградом, будучи сапером, а она с 39-го года рождения, то ей как бы память о папе, вот там и догонка. У меня была побольше, но у нее влезало только 4 магазинных рамки, либо 2 днездовых. А у этой есть некая такая проблема. Ее надо после каждого медокачания мыть. И обязательно просушивать на солнце. Ну, что так вышло? Мне кажется, даже много вышло. Может, и не влезет. У меня все, и бутерброд там уж не пьется есть. Как бы сказал дедушка, бог пристанет, мало станет. А вот такой вот бог. Какой именно бог имелся в виду, никто не знает, потому что у дедушки был японский бог, а вот у бабушки тот самый, который вот, ну там. Я помню, у меня в детстве висел календарь, который папашка купил. Там какой-то такой на несколько лет вперед подмечались эти праздники православные. Троица, которая почему-то всегда была летом. Я как-то не ассоциировала долго, что праздник Троица и, ну, вообще его суть. Как она там отца и Духа и Святого Сына, я думала, что это просто для человека каких-то. Такой совершенно деревенский народный праздник. Ибо когда ты мелкий, ты как-то на эту проблему не загоняешься. Я туда заварки набухала где-то хорошо, если не пол чашки. Блин, это что, откуда вы вообще? Не готовила в этом, в платочке, потому что на улицу выхожусь от платочки, ибо в прошлый раз, когда приезжала несколько дней в неделю, ходила в кепке, прежде чем поняла, что кусают-то меня, именно потому что я в кепке. Кепка мне нравится, тем челом. И перешла на платочек деревенский. Вообще, большинство людей одевают у нас платочек, когда идут пчелам, чтобы одеть сетку пчеловодную, потому что, ну, когда волосы в свободном полете, то сетка может сползти, ну, как-то вот волосы могут там куда-то вылезти. А ты в камуфляже, тебе неудобно эти волосы поправлять. А тут платочек крепит эти волосы на платочек сетка. Так как не все в курсе, что такое сетка, даже те, которые уже ходили внезапно пчелом, как тут показала практика, то я постараюсь заснять эту сетку, чтобы тебе было понятно, зрители. Я еще помню, меня там человек просил заснять видео, то, что я тут насушила. Но я вчера приехала, и то, что высохла, у меня там просто небольшое место, где вот это можно положить, посушить. Хотя есть отдельная сушилка, но ее как бы обычно оставили тут, ну, на печку когда топили. Дедушка делал такую сушилку. Для грибов по большей части. Это я ее потом уже под всякую растительность использовала. Ну, короче, я этот, чтобы он уже настолько высох, так что можно там вот потрогать, и он вот уже может осыпаться. Там веничек такой был. Я его убрала в газетку, но на его место собрала немножко вчера на поле тех растений, которые примерно повторяли тот веничек. Короче, попросили заведусить это все. А я потом, может, отдельно это все заведусью. Ну, смотри, отдельным роликом. Тут, кто нашел в банк. Я вчера еще с мином пособирала. Уже практически ветер спустился. Там где-то, ну, процента 3 из 100 бутончиков осталось. На орешнике, который рядом, ну, который, как бы, часть моего душа, он разросся, видимо, от поливов, так, ангрессных, по утрам в тот период последний. На нем я обнаружила малюсеньких таких вот зачаточек, 10 орешков. Ну, вот так-то, я думаю, там их больше намного, но вот именно такие, когда вот смотришь на них и понимаешь, что это, ну, как бы, не цветы, а орешки. И он самосев, и самосев сливок, которая рядом была еще в начале года, весной, вот в начале лета, в самом-самом начале. Когда вот приехала, вот первое число июня, она еще была такая небольшая. Ну, видимо, ее тоже конкретно там подливала, пополивала. Воды и доставала мощь, может, она словила какую-то такую положительную энергию, как мои цветы, когда я только приехала в ту квартиру, что точно, в свою. Они там все, догадаясь, колоситься стали. Короче, она раза в 3-4 увеличилась, этот вкус. Ну, конечно, он не цвел нифига, я не знаю, когда он там будет вообще цвести. Ну, плоды он пока давать не собирается. И тетя еще обнаружила пару орешков, ну, вот так вот, конкретно вот на ветке снизу. Там у нас за огород, ну, как бы не за огородом, а в огороде по огороду, где у нас орешник. Так что орехи и в этом году будут. По крайней мере, у нас. Действительно, какой-то вредный бог пристал и стало мало. Все равно он холодный, хоть я его, ну, где-то минут 40 назад достала. Даже, наверное, творог-то я достала почти сразу, как проснулась. После, наверное, как умылась. Даже еще, по-моему, до того, как умылась, потому что я его достала и хотела дать кошке и сразу умыться. А она угрыла. Я вчера пришла, показалось мне в 10 вечера. Думаю, ну все, кошка пришла, можно это. Не беспокоиться ее искать. Ну, не кричать, а лиска, а лиска, не тревушить маленького котеночка. Она пришла, показалось, я минут через 30 сварила. Вот. По вечерам в этот сезон, как я заметила, есть вообще не хочется. Я вчера поужинала около 5 часов вечера. Тот салат, который я в телегу кидала. А потом уже думаю, ну, может, это что-то. А еще как раз кошка пришла. Думаю, бутерброд, ну, хотела сначала бутерброд сделать, думаю, что-то не хочу ничего. А тут пришла кошка. Я достала сыра кусочек и ей дала. И сама немножко так пожевала, понимаешь, что я не хочу сыра вообще. И бутерброда никакого не хочу. Я себе меда налила, она где-то со стаканом с лишним нацедилась, с медагонки, пока мы тут уз. Мы в пятницу были, качали. Первый раз в этом году. И вот уехали во вторник. И с нее стекало и натекло такой конкретный стакан. Там, хотя, может быть, даже около полулитра этот стаканчик, наверное, такой большой, высокий. А я отсюда сила немножко в чашечку. По-моему, с прошлого года у меня такое пошло. Может, что делать, я не помню. Ну, я глотаю мед, запиваю чаю. Глотаю мед, запиваю чаю. В итоге с утра у меня не было никакого ощущения, что вот... Ну, иногда бывает, когда ты вечером поешь поздно или ночью поешь поздно, и утром... Надо есть панкреатин. В городе у меня так несколько дней было. Дядя жары вообще вот так вот. Ну, или когда не успел поесть, а с сада приехал поздно, а есть все-таки хочется. А потом вот такое состояние. Тут только Крёв горлом слаб. Ну, просто ощущение... Чё-то долбанулось. Дверь, что ли, открыла? А-а-а! Блин, Алиска! Ты в прямом практически увер... Ферия уверила, как Клёля пугается. А когда она с таким... с шумом в окно влезает на кухню, ощущение, будто дверь на крыльце долбанулась. Ну, давай, иди сюда. Я тебе там тоже твошка ведь положила. Ты даже без мышки пришла? Да, удивительно. Надеюсь, без мышки я вроде не верю. Короче, обычно с таким шумом... стуком долбается дверь на крыльце, если её ветром открывают. Но сейчас... Тётя вчера сделала такую зацепочку, что кошка пройдёт, а как бы проветривается. И, конечно, какая-нибудь пчела при желании может залететь, но уже не в таком количестве. Да и шопа с ушами не залетит. Да, мы что, как бы занавесочка. Ну, и оно, соответственно, держится и не откроется. Само. Я ещё покажу тебе, зритель, потом отдельно ловушку для ОС. Потому что, как выяснилось, не все пчеловоды знают про такое сооружение. Я не помню, это Шурик его придумал. Он придумал, да, он сначала... Шурик придумал, но он придумал бутылку стеклянную. Тогда пластикового, по-моему, особо-то и не было. Ну, может, не в таком количестве. В 97-99. Шурик – это старший брат моей бабушки, КГБшник, который погиб вместе с моей мамой, когда мы попали в ДТП. И как я недавно узнала, мы там за 10 километров до Ярика попали в ДТП, там, в деревне Зяплицы. Их сразу привезли в Углич, и они сутки лежали в морге. Ну, не при идее, конечно, я помню просто в начале этой ютубной видеоблогерской карьеры, если так можно сказать, мне некоторые такие фанаты моего тогдашнего творчества раскручивали на это, ну, типа, это так интересно. А я тогда так на это реагировала. Ну, я вот сейчас уже нормально реагирую на это, когда говорят там, допустим, про ДТП наше, про смерть мамы, про все эти ситуации, про все сопутствующие этой ситуации. Причем совершенно недавно смогла нормально реагировать, потому что была тут в деревне, в другой у родственников. И, можно сказать, тоже близкий родственник вспоминала этот момент. Я-то этот момент как бы не видела, в силу того, что я-то оказалась в Ярославле в областной больнице с переломанной шеей, рукой и пробитой башкой. Ну, я обычно думаю, ну, сейчас, наверное, мне будет так это, слезки к носу. А ничего так было. Нормально. Ну, так вот, этот Шурик к нам приехал на помаже, ну, не то, что на помаже, летом пчелы нас устанавливал, у нас тогда, у него немножко отличались ули, он-то еще эксперименты ставил над этими улями. Некоторые ули были на три части разделены. Сейчас эти ули переделывает родственник в обычные ули, скажем так. Они делились, ну, досочками там, вот таких отделений, в них ставили и гнездовые рамки, и магазинные. Ну, преслые ули на большущей такой машине размером, наверное, вот в начале 1997 года, в начале 1997 года, наверное, ну, еще зима была, потому что там снег был, я помню. Я что-то выходила еще с бабушкой, там, с роднёй туда, вот, к нему. Эта машина, я вообще не знаю, как она развернулась у нас, на этом куске, на механке. Короче, как вагон машина такая была. Там вот эти все ули, были его все вещи, он еще квартиру купил, но я в ней не была ни разу. У него квартира была в доме напротив моего, который вот разделяет меня от магнита. Тоже однушка. Вроде как на четвертом или на пятом этаже фитнес. В подъезде, где у одной моей знакомой была квартира на первом этаже, на тот момент. Ну, на момент, допустим, лет пять назад. Сейчас я не знаю, продала она ее или нет, потому что квартира матери ее принадлежала. Там какой-то очень интересный семейный вопрос был. Вот у нас в огороде, он даже загородку сделал, потому что то ли у него пчелы злые были, то ли они как-то, вот фиг знают. Ну, короче, то ли просто потому, что очень большущая пасека на тот момент была, и они с дедушкой сделали загородку, свили вот эти прутья ивовые или что-то такое. И как раз с одной стороны защищали вот эти орешники, потому что у нас там выход к пруду за огородом. С одной стороны защищали орешники, а с другой стороны была вот эта загородка, ну, и еще там рябина была, слива, что-то такое. Вот слива потом выросла, тогда было несколько рябин. Во-первых, ну, чтобы можно было, там виселы такие треугольнички под рой, чтобы рой мог туда привиться, его спокойно снять, соответственно, встряхнуть в районю и потом улей какой-нибудь зафигачить, засыпать. Высыпать. В прошлом году я впервые в жизни два рая с тетей высыпала. А вчера, и это когда-то как будто в море из пчел. Это не так стрёмно, как два злобных улья, когда ты их дымишь, а человек вдруг, ну, короче, когда просматриваешь, человек открывает, ты дымишь, и они садятся, ну, перчатка, она защитная, а её не прокусить. Но, когда оно вот это всё вот так вблизи, у меня ещё очки посильнее были на минут семь с половиной, они такие большие, королцы. Надо ещё чайку. Кошка, походу, дело обратно пришла. Я так понимаю, она это, пока первые дни, вот так же, в тот приезд был, она уходила, надолго приходила повидаться и сваливала. Плюс у неё тут трагедия века была, я же там то бегала по фирмам, которые делают окна, в Ухличе, практически, на следующий день по приезду, то ездила, то в Быдрю, то ещё куда-то, то в сад. И меня дома практически не было днём. Она страдала, она не могла сесть к хозяину на ручке, если приходила, то вот поесть, ну как-то не так долго, чем как обычно, что, ну в смысле, не так долго, как обычно, что полчаса могу посидеть, она на мне, я ещё могу полчаса посидеть уже с ней, потому что она сидит и мурлычет, и хочется уже, она на мне посидела. И не обязательно гладить её, и просто хочется посидеть, помурлыкать. А тут вот так получилось, что и никак было. Здесь она наверстывает упущенное на прогулку, там-то не погулять. Здесь всё-таки будет ролик шопит. Надо сюда пока водички капнуть. Что тут у меня как бы горячая вода, только если печку потопить, кстати, печку, мы вчера мусор не прожгли, и всё нормально было. Как бы можно её топить, видимо, тогда она реально так отцарела за зиму или там за что, сколько-то. Ну, просто когда сюда приезжали, дед протапливал с утра, но иногда бывали моменты, что он как бы он не протапливал, то ли не надо было, то ли фиг знает, ну, не было такой надобности, или протапливали сами. А тут как-то вот так получилось, что, видимо, она конкретно так отцарела труба, что дым был вообще два часа везде. Ну, и, в общем, воду или в печке нагреть, или кипятильником, но у нас большой кипятильник с прошлого года был, в этом году сломался. Не знаю, когда он у них успел. Есть маленький кипятильник, можно вот согреть чайниками, обычно, если у меня остаётся, вода горячая после еды. Я заливаю в умывальник, добавляю холодный, прудовой, и мою посуду. Иногда специально прудовую заливаю туда, кипячу и мою посуду, соответственно. У меня два кусочка колбаски есть. Правда, один оказался совсем толенький. Это ещё с пятницы лежали. Я привезла какой-то еды, племяш привез какой-то еды, и по большей части еды привезла тётя моя. Ну, у меня там ещё какая-то еда стоялась. В основе мяса в морозилке. И молоко, которое успела купить перед тем, как уехать. Ну, чисто... А, нет. Это молоко я специально привезла тогда в пятницу, чтобы оно тут было. Там в морозилке было пол-литра молока, которое оставалось после того, как я ее взяла. Я как раз при луках тогда покупала. Сейчас будет жара в перелуке, я не поеду, потому что мне, по жаре, нельзя шарахаться, тем более на велике. Ну, в смысле, в движении. Если будет попрохладнее, то съезжу туда, и... У меня вообще планы были такие, что я приеду домой, с того приезда, засниму кучу роликов, монтирую их, и поставлю... Ну, загружу, поставлю на время публикации. Чтобы я уехала в деревню, они так это раз-два-три дня публиковались. Но у меня такого не случилось, я даже в период не смогла залезть вообще. Ни странички, ни то, чтобы странички, ни полуслова. Даже в один день получилось, что пропустила занятие. Благо там по продолжению, если один день только пропускаешь, оно как бы не считается. но было это как-то напряжно. И было два дня, когда, если бы не напоминание, я бы даже не вспомнила про урок японского. Как-то так загружено. даже есть ножичек. Могу половинку срезать. Поэтому, если поеду до Прилуг, у меня на тот момент будет уже приличное количество видео. Надеюсь, там в этот раз связь уже будет получше, чем в последние разы в тот приезд. А я тогда только два раза запрыгнула. Зарехала. То я поставлю ну как бы сразу залить и еще там опубликовать чуть позже. Вообще, про это опубликовать чуть позже я, ну как вариацию публикации, узнала от одной блогерши давно-давно называлась Алена О. Потом она кучу раз переименовывала канал, удаляла канал, заново начинала. Даже не знаю, как у нее есть сейчас канал или нет. В голове вылезает фамилия по-моему Алена Овсянникова. У нее какие-то все время конкурсы были на канале. Она потом жаловалась, что когда не проводила конкурсы, зрители потребовали этих конкурсов. А она делала это все за свой счет. У нас с ней даже было каких-то пары обменов, что ли. Я какую-то в Белоруссии вроде свечку привезла как сувенир, делала обзор этих сувениров и спросила, ну типа, кто хочет, там пошлю. Ну, я что-то там еще такое набрала. У меня что-то было из косметики, что-то она выбрала, чтобы не просто свечку. И мы с ней делали какой-то обмен, я уж не помню. Я ей какие-то открытки посылала на мне какую-то. Ну, у меня была, в общем, коллекция советских открыток мне еще надарили просто как вот открыток, такие, которые можно пользоваться, новые открытки просто. Человек собирал, в чем собирал с целью подарить мне. А я таким, ну, как бы не интересуюсь, а она занималась буккроссингом, насколько мне известно. Ну, и я ей отправила чисто так вот, ну, как бы, хош-хош. То, что она выбрала, уж я не помню, или вообще вот все вот то, что было, показала. А она мне потом внезапно призрала ответку, там был такой маленький блокнотик, мне его тут заюзали, ну, как бы, для записывания статистики пчеловодной. Еще такая ошибнушка, с одной стороны можно, допустим, проездной ставить, а с другой стороны какую-нибудь пластиковую карту. Он у меня где-то лежит, до сих пор заюзаю. Приятно так, прикольно было получить. А потом я узнала, что она занимается еще вышивкой. Я вот не знаю, сейчас она канал ведет или нет, я просто вконтакте ее видела или где-то, или в инстаграме она ввела. Ну, суд такая, что в какой-то социальной сети, я помню, у нее там было, было что-то с вышивками связано. У нее вроде трое детей, на суд, по крайней мере, было. И вот я от нее узнала, просто она, то ли она на больнице лежала, то ли она куда-то уезжала. Ну, в общем, мы с ней общались в речке одно время, в том, что-то как-то связь резко прекратилась. Для меня тогда было каким-то странным шоком, ну, как бы, ну, когда-то такой лёль-алох и думаешь, что все вокруг нормальные, адекватные люди, то на хейтеров реагируешь, такое бывает, а почему они смотрят то, что им не нравится. Ну, и, соответственно, ваффик подраешь, когда с человеком общаешься, он вдруг связь прерывает. Ну, мало ли у кого какие, как бы, ситуации бывают. Я там не говорила, что, я говорю, надо же, ну, она была где-то в отдалении от компьютера. Я что-то написала, что у нее, как бы, так регулярно видео выходит, а она мне как раз поделилась такой хитростью блогерской, что ставится на время публикации. Ну, я как бы знала про то, что вот можно публиковать там позже, да, но я не воспринимала такое, что можно залить вот сразу кучу роликов и поставить их, допустим, на разное время публикации, что в отсутствии тебя они вот, канал будет, как бы, функционировать как будто бы живой. Вот за эту фишку, за наводку, что можно эту функцию именно так использовать. Ей отдельное большое спасибо. Может это реально удобно, особенно если вот куда-то уезжаешь, где нет выхода в сеть. Комментарии-то оно как, можно прочитать и позже. Я иногда и в городе, когда вот была сеть, ну, как бы, есть сеть, выход в интернет, стабильнее. Не всегда была возможность сил и время включить компьютер и ответить на коммент или даже с телефона с того же прочитать их. А тут как бы публикуется, допустим, раз в три дня, там даже раз в два дня само автоматом. Бочка моя. Думаю, скоро бушку надо будет, ну, часть надо будет в холодильник, наверное, убрать. Что у меня тут было? У меня тут была колбаска. Этот пакетик в рябке подойдет под этот под хлебушек. Ну, холодильник, чтобы он не испортился, просто он достать потом. В крайнем случае можно будет делать на молоке яички булочек с сахаром или просто на масле греночек. Ну, и сера у меня тут полтора кусочка. Даю, наверное, кусочек. Сколько тут еще? Да, полтора кусочка где-то осталось. Даже чуть больше, чем полтора кусочка. Вот тетя привозила сыр. Я хотела такой, кстати, купить, попробовать, но я видела большие пачки, тут 150 грамма, я видела по 400. Ну, и они, соответственно, стоили, соответственно. У меня на тот момент как раз было в «Финансы поющий роман» сейчас скажу в видео уже. Спасибо, Гарбушкина, за платную подписку на Бусти на раздел «Бумбанки». Учитывая, что оттуда все-таки переливается с этого, с Ютуба напрямую, ну, в смысле, вручную по ссылке, есть им, именно там есть теперь возможность для российских блогеров получить поддержку от подписчиков, а российским подписчикам, допустим, поддержать блогеров. И там довольно щадящий процент, вот, ну, сколько, допустим, дает зритель, блогеру, и сколько блогер в итоге получает, и сколько остается в самом этом Бусти. Кажется, это мою группу. Если выводить ВКонтакт, в первую жизнь я так сделала, то никакого процента нет. и от ВКонтакта, оказывается, можно заплатить аж за мобильный телефон. Теперь у меня мой интернет деревенский, ну, потому что я в деревне то с одного, то с другого выхожу. Ну, и вообще, моя связь набила, не проплачена аж до сентября, включительно. И спасибо Ольге за донат. Ольга меня регулярно, периодически поддерживает, мне очень приятно. Это мне мотивирует что-то снимать побольше. Я, правда, не могу никак понять, то ли Ольга просто вот смотрит тоже там, ну, практически все подряд, то ли она по-моему нунбангом. И спасибо Амине, которая продолжает меня поддерживать спонсорской подпиской тоже на Монбанге уже на YouTube. Если вы хотите меня поддержать, то и вы в этом в России, то вы можете это сделать через Бути. Там или Бусти, как он там. Мне его удобнее назвать Бути, но оно Бусти. Почему оно так, не так, как мне хочется его назвать? Я самое прикольное, что даже убрала ссылку на канале в разделе вот о канале, вот на те ресурсы, где я есть, на этом Бусти. Но Вербушкин внезапно про это помнит. Я хотела еще, когда узнала, в городе еще была, вернуть эту ссылку, но у меня как-то, ну, в общем, не было у меня времени, как-то оно у меня не сложилось, не успела я по времени, короче говоря. К тому же, я вчера вставала опять в 5 утра, ну, как в 5.20, и мы на 6.35 ехали. 6.15 такси, да, автовокзал, а в 6.35 сам автобус. Сюда. Скорюшка сейчас статьем, на котором сейчас камера, благодаря чему я могу снимать хавчики на камеру. СМР даже, наверное, запишу. Потом, как он там? рюкзак с едой и камерой и пакетик, который может до 6 часов держать температуру, если холодное или горячее, туда положить. Ну, с едой, короче. Холодный, из морозилки. Короче, если вы хотите поддержать меня, то можете вот на этой бусте подписаться там 200 рублей на СМР либо просто сказать спасибо за СМР, да. либо 300 рублей на хавчике на камеру. Если у вас тут там вдруг внезапно будет чуть побольше, то возможно там будут исключительно для бюсти эксклюзивные бонусы. Либо эти, ну, как вот на Ютуб видео по ссылке для спонсоров, которые можно будет посмотреть на бюсти, если у вас будет подписка допустим на СМР или на Мункбанк чуть раньше, допустим, дня на 2 раньше, чем для всех остальных пользователей на Ютубе. Потому что там тоже есть такая функция, которая вот допустим первые 2 дня там только для платных подписчиков и разовой оплаты и допустим через 2 дня уже доступна для всех. Как делают переводчики манги, правда вот насчет перевода манги вот эти платки я их не одобряю, потому что это делается без лицензии, это как бы незаконно. Это не ваш конкретный творческий вклад, это чисто волонтерское хобби. А вот с Ютубом, с видео я вполне могу такое сделать. Ну, как бы вполне нормально, вполне законно. либо же если вы не из России или умеете в бубен и как-то так умеете абсолютно в бубен и хотите сказать спасибо. Под каждым роликом на моем канале уже несколько месяцев существует кнопка супер спасибо. Как она действует в жизни я не знаю, потому что у меня еще не было таких супер спасибо, я не видела как она выглядит у других блогеров. И она ввелась в тестирование где-то года полтора назад и вот как бы была доступна для тестирования не всем, ну и соответственно, а потом стала доступна вот как-то избранно получаешь эти спасибо, возможность получать это супер спасибо. Ну, скорее всего связано из-за того, что когда ты ну как бы развиваешь канал, потому что на ютубе есть такое правило, что на как минимум раз полгода хоть что-то заливать. Соответственно, если вы вдруг ведете канал и хотите какую-то поощрение от ютуба, и у вас не настолько большое количество подписчиков, как допустим у меня, или даже больше, чем у меня, но не достигает 10 тысяч, допустим, 10 тысяч, менее 10 тысяч подписчиков, то вот просто имейте в виду, что чем чаще заливаете контент на канал соответствующим правилам сообщества и правилам ютуб, то соответственно есть шанс получить какие-то поощрения, бонусные функции от самого ютуба. ух, выпить еще чашечку, закругляться сколько-то времени мне еще надо помыть гамак 31 минута 12, потому что адские птички поднастроили гнезд над гамаком, никогда такого не было в таком количестве, и засрали этот гамак, в прошлый раз там одна такая была пятно, а в этот раз я так поняла прилично, и вот мне надо с тряпочкой его помыть, потом окатить, когда он высохнет я им не пользуюсь, буду мы вчера тетя мне вчера посоветовала какой-нибудь старой простыней этими прищепками прикреплять и покрывать эту старой простыней гамак на случай, что если опять с ручки смыслы птички спустить свою большую или малую нужну, не знаю мне какая одна нужна, одна на всех, и чтобы она не гамак пачкала, а вот покрывашку эту старенькую, ну и еще у меня там этот мой вчера я достала я потом его тоже отдельно засниму в том виде в какой он час и потом когда я его даже накачаю бассейн надувной и вот надо немножко будет накачивать его ножным насосом который я использую и как ручной как бы я не дозревала насколько это огромный трудоемкий труд по плану накачивания нет трудом мне не получится накачать я пыталась свой круг накачивать в прошлом году это как-то это можно год накачивать с тем же успехом и вообще я хочу еще прокатиться в одно место в то место точнее в тот приезд хотела туда прокатиться но мне сказали что еще рано в одном месте есть земляничка а как бы не собрать листики а вот глянуть потому что она тогда зацветала чтобы ягодки а потом ну как бы вчера-то некогда было потом будет же вроде как жара и вот если сегодня часа допустим в три будет не супер жарко ну терпимо что я селю проезд то я до туда сгоняю потому что у меня еще пришли эти мои интересные дни благодаря которым будет оправданно накачивание шесть с половиной дней этого этим насосом бассейн потому что иначе все равно не полежишь в воде ближайшие шесть дней а с этим мне тоже как-то нежелательно пожаре шарахаться ну и еще это пожаре мне вообще нельзя шарахаться у меня там мигрени начинаются сильнейшие с жарой мы как-то не особо дружим вот если будет меняемое тепло то можно вот оттуда прокатиться как раз еще вчера велосипед достала у меня приезд мой велосипед тот из-за того что какие-то вандалы над ним надругались а он у меня в итоге я хотела в одно место но так как там тоже есть свои вандалы однако в саду оставить велосипед но человек уезжает и не сможет присмотреть за ним даже если велосипед пристегнуть там шел на замочек на запорчик в итоге мы решили что этот велик точно так же может какая-то неадекватная особая другой персонаж покурочить точно так же потому что сарайки хоть и заперто было но кому-то хватило мозга вскрыть эту сарайку чтобы вот так сделать все эти пакости а там в открытом доступе заходи на терраску в садовый домик делай что хочешь мы решили что легче его оставить завести домой в квартиру он в комнате стоит и в ночь когда он там стоял я из-за этого спала два с половиной часа потому что кошка увидела новый велик и пошло исследование этого велика так вот здесь когда уезжаем я тоже велосипед соответственно в дом заводим мой первый велик купленный мною лично это вот тут на котором я езжу и тот второй велик его младший брат он тоже в квартире стоит теперь вот до следующего проезда потому что ну как бы когда ты в городе практически каждый день иногда не по разу в эту зарайку заходишь ну мне ничего не делали в этот раз хотя до этого я замечала еще весной когда достала только велик что иногда вот раз и скорость помененная как раз когда замок висел неправильно я тогда думала что это просто совпадение а теперь я понимаю что так тот специально пакостничал и все таки я налю еще чай это будет длинный мукбанг по времени болтливый очень сильно а у нас есть сарайка но в силу некоторых обстоятельств внутрь ну сначала там разобраться и вот именно в силу некоторых обстоятельств пока это нереально чтобы допустим потом если разберемся в этой сарайке то туда заводить этот велосипед уже конкретно под замок ладно люди короче я все таки это веселая нота ну конечно не совсем веселая что там какие то есть такие уроды которые ломают чужие вещи осмысленные осознанно надеюсь зритель ты похавал со мной или хотя бы чаю попил и еще зритель если ты любишь творожок с вареньком дай знать комменты я почитаю ну и всем поставлю сердечки и я постараюсь читать комментарии когда я буду в хорошем настроении а не как это случилось с последним роликом где там этот был обзор шматья а то я бомбила от тех кто бомбил на мою внешность как обычно чатал снапы уже привыкнуть что у нас на ютуб полно пигмалионов всем пока до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...